Человек-Зет с Сергеем Михеевым Отодвинув свои собственные комфорты, интересы Они просто помогают этой земле и тем людям, которые там находятся Но для которых это стало частью их жизни У нас сегодня в гостях Алексей Поддубный, известный как Джанго Российский певец и композитор Здравствуйте, Алексей Здравствуйте Игорь Лазарев, музыкант и гитарист из группы Джанго Здравствуйте И Олеся Шигина, поэт и режиссер-документалист Который тоже непосредственно имеет отношение с Джанго И ко всему тому, что происходит на Донбассе Давайте поговорим о ваших историях Потому что мне кажется, это очень важно Я, например, скажем, мне тут бумажку принесли с подводкой Я, например, не знал, Алексей, что вы из Киева Родился там Да, что вы родились в Киеве И довольно долго жили И довольно долго жили Я, например, этого не знал Кстати говоря, я в Киеве неоднократно бывал Даже там работал в свое время А когда-то срочную службу служил в армии Как бы до общего повеял Ну надо же, а я служил Не в Киеве Нет, я служил далеко Но у меня в роте лучшие друзья были киевляне Даже не москвичи Хотя я вот абсолютно такой-то стопроцентный москаль Как бы докоренной москвич Как это все в вашей жизни случилось? Вообще, как вы стали тем, кем вы стали? И как вот вы оказались, опять же, на Донбассе? Ну и давайте так скажем честно На нашей стороне Ну, во-первых, я все еще становлюсь тем, кем я становлюсь То есть русским человеком, скажем Ну я таким родился, наверное То есть это не важно, что я родился в Киеве Я родился в абсолютно русскоязычной культурной среде Я прошу прощения Я прошу прощения На самом-то деле, я так хорошо это помню Я почему сейчас про Киев вспомнил? На самом деле все практически тогда Как бы, да, ощущали себя русскими Но потом история пошла как бы известным путем И одни сделали один выбор, другие другой Да, но я сделал этот выбор Ну, на то была Божья воля, я считаю Я считаю вообще это каким-то, каким-то божественным провидением Потому что мы с женой жили в Киеве до 13-го года До самого ноября И 20 ноября 13-го года мы выехали в Москву Для того, чтобы родить сына Наташа уже была беременной И для того, чтобы рекламировать новый альбом Который я выпустил в сентябре 13-го года И когда мы доехали до Москвы Значит, включив телевизор Следующим утром, 21-го Я услышал новости, что в Киеве начался Майдан С этого момента я начал активно довольно выступать Как противник Написал, вот 10-го числа декабря Я написал воззвание к соотечественникам Ну, то есть к украинцам Я все-таки был гражданином Украины Опомнитесь, ребята, вы не представляете, что вы делаете Вы убиваете собственную страну Это все направлено против России И так далее Почему я так стал уверенно писать? Потому что я, в общем, начитался в некоторых книжах В частности, товарища Старикова С которым мы потом... Николая Старикова, да С которым мы потом встретились И где-то спустя годы Я ему говорю Вы знаете, Николай, вот я вырос на вашей книжке Хаос и революция оружия доллара Я ее прочитал приблизительно в августе 13-го года Может, чуть раньше И тогда, когда начал происходить Майдан Я смотрю, все идет абсолютно по сценарию И, кроме того, этих сценариев же было очень много Это, ну, в общем, можно даже не перечислять Слишком много Всякие арабская весна там И в Югославии, и везде, где только можно Где только не поджигали супостаты этот пожар И на меня обрушился, конечно, просто шквал проклятий Скажем, прямо ругательств и так далее И я тогда еще расстраивался сильно Как же так, что же вы, мои дорогие сограждане, еще не понимаете Только спустя, может быть, несколько лет Я понял, что это был механизм Это был такой дьявольский механизм Каток такой, который финансировался очень мощно И туда, в общем, в этот механизм входила методика обработки психической И даже, я бы сказал, психиатрической обработки украинского населения И, ну, в общем, это такая серьезная вещь А потом, в начале 2015 года, 23 февраля, как сейчас помню Потому что это был день Советской Армии Я поехал в Луганск впервые Так получилось Естественно, путь в Киев мне был абсолютно заказан Да, в общем, я туда и не собирался, к врагу Ну, вот с этого момента, так сказать, вообще были Все мосты полностью сожжены И даже те люди, к которым я, в общем, вполне нормально относился И с которыми я общался, может быть, даже десятилетия Они мне слали тоже такие, в общем, малоприятные послания Значит, ах ты, сволочь, предатель и так далее Я пытался как-то объяснить, сказать, что это вы, ребята, предали вообще все Чем жил русский человек, в том числе и украинский Тогда же возникло такое определение, как русский украинец И я почувствовал и чувствую себя абсолютно здесь И раньше я, кстати говоря, бывал часто в Москве Я служил как раз, служил в Москве как раз И годами жил в Москве, здесь занимался музыкой Потом бросал музыку, потом опять возвращался и так далее Для меня лично никогда границы такой не существовало И культурной границы, в общем-то, не существовало То, чем занялись эти негодяи, значит, на Украине Те, кто, в общем-то, предал свою историю и продался Вашингтонскому обкому, ну, там не только он, я так полагаю Там и англичане, там и все, кто всегда, традиционно Борется с Россией и пытается ее уничтожить Или там ослабить очень сильно Они все там приложили руку для них вообще за счастье Как говорится, из украинцев было сделать таких зомби Которые бы лезли плюс просто на русских, как сейчас модно говорить До последнего украинца Вот, это, конечно, все не очень хорошо, прямо скажем Кроме того, я вот знаю, Сергей Александрович, вас как действительно Православного человека Ну, как музыканта, то еще нет, но было бы интересно Устроить джинс-сэшн какой Вот, я думаю, что, ну, вы и сами об этом всегда говорили И я с этим абсолютно согласен Что идет борьба на уничтожение, в общем-то, православия и христианства Как такового Вот, и здесь Россия последний оплот Если вдруг, не дай бог, что-то бы такое произошло Там, скажем, наше поражение, да То, чего не будет Ну, за что бы они взялись? В первую очередь, это за уничтожение православия За уничтожение нормального образования За уничтожение всей истории В том числе нашей победоносной И в Великой Отечественной войне, и раньше Я вот, мне недавно попалась книга, кстати говоря, 92-го, по-моему, года издания Энциклопедия Здесь русская энциклопедия Значит, моей жены где-то там откопал Она говорит, это подарок мне Я начал ее листать Это здесь, вот, российская энциклопедия, да, 92-го года издания И там написано, что, мол, Гитлер вообще был, ну, что, нормальный, в общем, парень И он просто хотел, да, серьезно И хотел просто добра для своего народа Я, у меня волосы же зашевелились Я прочитал, значит, давай про 812-й год читать А там написано, что, оказывается, ну, просто наступили сильные холода Поэтому они сбежали И, значит, там, значит, европейские армии добили, значит, армию Наполеона Думаю, вот это здорово, да? Ну да, но в 92-м году все энциклопедии здесь издавались на деньги Сороса Поэтому, в общем, на самом деле, так оно и так оно все это дело и происходило Кстати говоря, вот мне было бы интересно, как киевлянина Я серьезно говорю, я не знал, что вы из Киева Интересно, потому что я с 90-х годов, собственно говоря, Украиной занимался, да, работал там в том числе Ну и вот маленький секрет, но, собственно, секрет нет По работе находился на Майдане, в том числе в феврале 2014-го года Но, тем не менее, мне интересно Вот что, во-первых, замечание по поводу поражения Вы сказали, там поражения не будет Могу так сказать, поражение может произойти только в душе и в голове Если в душе и в голове поражения у нас не будет Даже это, может, крамольно звучит Но все, что будет происходить на земле, будет иметь второстепенное значение Потому что, знаете, я всегда вспоминаю в этом смысле Пьера Безухова И, значит, сцену Залева Толстого в войне и мире Когда его берут в плен французы И он смеется и, значит, кричит Душу мою бессмертную в плен взяли Этого сделать невозможно Но, вот после перерыва небольшого мы к этому вернемся Но, вот, короткий вопрос, который я хотел бы задать А на ваш взгляд, как это поражение случилось с украинцами? Потому что, еще раз говорю Я-то все равно половину жизни прожил в Советском Союзе Половину, как бы, после И для меня многие вещи сначала казались тоже дикими Но, тем не менее, как бы, они происходили Буквально кратко, я думаю, что это будет интересно В том числе именно потому, что вы в этой среде родились и выросли Это ваше мнение Как вообще это случилось с людьми С которыми мы незадолго до этого, на самом деле Да, вместе там жили Что называется, дружили, пили, пели и все остальное Я думаю, здесь причин очень много И о них, в общем, довольно неприятно говорить Потому что, во-первых, здесь все-таки была какая-то недоработка Мне кажется так Со стороны России И недостаточная работа с вот этими сетевыми Горизонтальными какими-то связями Все решалось как-то через верхний эшелон, так сказать И все это было замешано, насколько я понимаю Там на деньгах и на прочих вещах В этом я, конечно, не могу сказать Что я это знаю точно Но подозреваю, да И второе Это все-таки То, что украинский народ принял это Это очень обидно Вот меня больше это интересует, да Да, это очень обидно Потому что, вот я на себе это ощутил Когда я им говорил, что же вы делаете Как же вы уходите вот вместе Вместе пролитой крови В Великую Отечественную войну и так далее Мне говорили, ну вот этими вот штампами Что мы Европа на самом деле и так далее То есть их настолько пропитали вот этими вот мемами С ними поработали очень серьезно И очень долго И очень за большие деньги Мне кажется, что здесь все-таки Русский мир, так сказать Все-таки потерпел там Не то чтобы поражение, но Ну в этот бой мы проиграли, скажем так Это очень обидно Но мне кажется, что если мы Подходим с точки зрения Божьей воли То, наверное, это должно было произойти Я не знаю Сейчас, на мой взгляд, происходит какое-то очищение То, через что мы все проходим Сейчас мы возвращаемся к какой-то правде К осознанию И идем спокойно к нашей победе, так сказать Идет отделение зерен от плевел Опять мы сталкиваемся с библейскими принципами А без этого никуда Дело в том, что если вы через это не осмысливаете Вы до конца на мой личный взгляд Все равно мы не можем до конца эти вещи понять Но тем не менее